Два крупных спортивных события прошли в Люберцах в минувшие выходные. Первые из них на стадионе «Искра» в Люберцах отметили десятилетие детско-юношеской спортивной школы «Звезда». На праздник собралось более 600 человек – воспитанники школы, выпускники их, родители, тренеры, представители администрации района и депутаты. Глава Владимир Ружицкий не только поздравил юных спортсменов с юбилеем «Звезды», но и сыграл с ними футбол. Исторический матч в летописи детско-юношеской школы по футболу «Звезда» на поле глава города и района. Из-за него болели, наверное, все зрители. Ровно 10 лет назад, в октябре 2006 года, новообразованная спортивная школа получила официальный статус постановления Владимира Ружицкого. Первый набор – 90 воспитанников, с которыми занимались всего три тренера. Сегодня в «Звезде» работают 19 педагогов, которые тренируют 550 юных спортсменов. Но самое главное – это любимое место наших ребят, детишек, которые с удовольствием приходят в этот клуб и учатся играть в футбол. Так или нет? Да! Вот именно так, это абсолютно правда. Я думаю, что получают удовольствие родители, наблюдая, как дети занимаются. Они заняты, они совершенствуются. Детско-юношескую спортивную школу «Звезда» называют флагманом люберецкого спорта. Сегодня на двух стадионах тренируется футбольный клуб с одноименным названием, действует школа юного футболиста, участвуют в соревнованиях два десятка взрослых команд открытой любительской лиги, три коллектива ветеранов. На празднике в честь десятилетия школы «Звезда» ее бессменный директор Валерий Товкоч с гордостью рассказал о достижениях спортсменов. Мало того, если говорить о статистике, то последние пять лет «Дюж» по футболу «Звезда» четко занимает позиции лидера в люберецком районе, в первенстве люберецкого района. Причем в этом году первое место заняла команда «Звезда», а второе место «Звезда», которая находится здесь, «Звезда Искра». На юбилейных торжествах руководству и тренерам школы вручили заслуженные грамоты и благодарственные письма. Кроме того, призы получили участники команд, которые стали победителями турнира, прошедшего перед началом праздника. Среди лидеров школы – капитан одной из детских команд Егор Кузнецов. «Звезда» – это очень хороший клуб. Мы занимаемся здесь интенсивным футболом, каждый день тренировки по пятницам, субботам турниры, матчи по четвергам. При этом правило в «Звезде» такое. Учеба в обычной школе не должна страдать из-за ежедневных тренировок. Детям важна поддержка родителей. Да, уроки мы делаем после тренировки, поздно, но все это, я думаю, пойдет во благо ребенка, потому что он хочет стать профессиональным футболистом. Я его в этом поддерживаю. В конце праздника детско-юношеской и спортивной школы «Звезда» прозвучало еще одно хорошее известие. Глава района и города Владимир Ружицкий пообещал в течение ближайших лет построить для юных футболистов новое полноразмерное искусственное поле. Вадим Акентев, Дмитрий Шарапов, Люберецкое районное телевидение.